Компания Adobe прекращает поддержку Flash. GitHub отказывается от использования в своем обиходе слов Slave и Master. Наконец-то выходит Bootstrap пятой версии в Альфе. Грабители магазина Amazon Go получили счета за украденные товары. Telegram наконец-таки дождался своей разблокировки. И Сбербанк выкупил DoubleGIS. Ну а прежде чем мы перейдем к обсуждению данных новостей уходящей недели, от всей души прошу поддержать лайком данный выпуск. И не забывай подписываться на наш канал. Еще в 2017 году компания Adobe анонсировала информацию о том, что она прекращает со временем поддержку плеера Flash. И вот на этой неделе было очередное напоминание, что в конце декабря 2020 года эта поддержка все-таки прекратится. Будет поставлена жирная точка во всей этой истории. Со слов представителей самой компании, открытые стандарты, такие как HTML5, WebAssembly, WebGL, стали отличной альтернативой для Flash. Кроме того, имеется их отличная поддержка в современных обозревателях. Так что грустить не придется. Сам же я столкнулся с данной технологией еще в 2000 году. И это было просто что-то незабываемое. Уже не надо было сидеть и верстать этот HTML. Ты просто рисовал какой-то мультик. Пользователь во взаимодействии с этим мультиком, он погружался. Это был такой суперский интерактив. Ну все это красиво, все просто вообще. Настолько супер эффект. Но почему-то где-то как-то что-то не срослось, не взлетело. Потому что, возможно, рынок был не готов. И поддержка обозревателей на тот момент, да и сами обозреватели, они тоже не находились на том уровне, на котором сейчас находится. Ровно как и интернет скорости. Это сейчас можно качнуть там гигабайт-другой, и не заметишь, что ты его качнул. А раньше это было лоудинг-процесс, лоудинг-процесс. В общем, флэш, ты всегда будешь в нашем сердце. Что же касается отказа больших IT-компаний от неполиткорректных слов, типа мастер, слейв, тенденция, она не новая. Есть истории с Redis, которые начались еще в 2014 году. Но сейчас же речь идет о том, что гитхаб, гитхабище взялся за подобное родо мероприятие. Чего они прицепились к этим мастерам-слейвам? Ну да, ну можно в ряде случаев перевести его как там хозяин или раб, и что? Обязательно теперь их переименовывать к main и default, или primary и secondary? Эти же возмущения можно и сказать в отношении whitelist and blacklist. Больно уж кому-то надо было заменить их на allow и deny list. И такое сейчас много совсем. К примеру, намерение подыскать альтернативы для whitelist и blacklist в последнее время сообщили разработчики Android, языка программирования Go, библиотеки PHP Unit и утилиты Curl. Еще один персонаж нарисовался. Это один из инженеров компании LeadKitIn. Зовут его Габриэль Чапа. И занимается он в частности тем, что дедосит компанию Microsoft о том, чтобы в своих библиотеках, в своих репозиториях те отказались от использования неполиткорректных слов. Что поделать? Современность? Вот они, современные реалии. Новые технологии. Как сообщает один из источников, один из магазинов Amazon Go смог опоздать мародеров во время нападения на торговую точку в Сиэтле. Во время инцидента демонстранты, участвовавшие в протестах Black Lives Matter из-за убийства полиции Джорджа Флойда, разгромили магазин без сказ. Но по некоторым сообщениям в иностранных СМИ грабителям было автоматически выставлено счета за украденные товары. Новость разлетелась по США. Многие уже высказывали свое мнение того, что такого быть просто не может, потому что прямых доказательств данному нету. Такие доказательства могут появиться в принципе, но только в том случае, если грабители обратятся в суд за ошибочно выставленными им счетами. Но пока же грабители не воспользовались такой законной возможностью. Еще свежи воспоминания, и я уверен, не только в моей голове, о том, как одно из ведомств нашего государства боролось с Телеграм. Касли целые сервисы, отключался доступ к сетям Амазон. Не работали банки, а аэропорты. Настолько сильно хотелось отключить Телегу. Как указывает РБК, Роскомнадзор снимает требования блокировки мессенджера Телеграм в России. В Роскомнадзоре подчеркнули, что данное решение согласовано с Генпрокуратурой. Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Говорится в сообщении. Ну и наконец Сбербанк. Ранее уже появлялись новости о том, что Сбербанк приобрел интернет-компанию Рэмблер. А также недавно проходила информация о том, что Сбербанк ищет возможности для приобретения одного из больших интернет-ретейлеров. И вот теперь в экосистему Сбербанка добавился еще и Даблгис. Как говорится в одной из новостных лент, Сбербанк выкупил 72% сервиса Даблгис. Одну из самых дорогих компаний российского интернета. В рамках сделки Даблгис оценили в 14,3 миллиарда рублей. По данным агентства, инициатором переговоров о продаже стал сам Даблгис. Но для Сбербанка это было хорошей возможностью расширить его экосистему. Ну и немного тут добавляю о том, что на сегодняшний день сервис Даблгис занимает шестое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes. Его оценка составляет 320 миллионов баксов. По собственным данным компаниям сервис охватывает 486 городов в 11 странах. А ежемесячная аудитория составляет около полтинника миллионов пользователей. Ну а у нас на сегодня все. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok